Мы с вами находимся уже в преддверии праздника Пасхи. Я хотел ребятам задать вопрос, сколько недель осталось до праздника Пасхи? Две. Правильно. Через две недели, 1 апреля, мы будем с вами вместе праздновать праздник Пасхи. Какой праздник мы будем праздновать следующее воскресенье? За неделю до Пасхи. Как он называется? На следующей неделе будет еще Jewish Passover, но еще есть воскресенье следующее. Какой праздник? Вербное воскресенье. Или Palm Sunday, на английском называют. Вербное воскресенье. И вот в контексте того, что мы с вами подготавливаемся к страстной неделе, я хотел бы сегодня на одну из важных, актуальных тем для всех, для нас с вами. Сегодня вот это слово, которое Господь положил мне на сердце, поделиться им с вами. Название я такое дал, что «Крест – сила Божья» или «Слово о кресте есть сила Божья». Вы знаете, на сегодняшний день в мире, в котором мы живем, очень много разных у людей есть понятий или представлений вообще такого о том, что является крестом, что является крестом в жизни христианина. Интересно, что в некоторых динаминациях люди считают, что если ты не носишь крестика, то ты не можешь быть христианином. И они ссылаются на простой текст Священного Писания, который говорит, «Если кто не несет своего креста, не может моим быть учеником». Ну так ли это? О каком кресте говорил Иисус Христос, когда говорил, что если вы не берете своего креста, о том, который носят люди на шее? Интересно. Тогда другой еще вопрос. А крест, о котором он говорил и призывал всех, кто следует за ним, взять, как долго этот крест должен человек нести? И вообще, какой смысл человеку нести свой крест, если у него есть возможность не нести его? Вы знаете, для некоторых людей считают, что проблемы в жизни, которые у них случаются, или, возможно, так скажем, судьба, они говорят, с нами так распорядилась, и человек либо родился, либо какие-то проблемы имеет в жизни, может быть, связаны со своим здоровьем. И он говорит, это крест, который мне дал Бог. Но является ли физическая какая-то недостаточность или даже инвалидность крестом? Тоже хороший вопрос, правда? Некоторые люди говорят, что у меня муж мой крест. Я говорю, что ты его не оставишь? Но Христос сказал, нельзя оставить. Вот она несет крест свой. А мужья говорит, это некоторые жены, это мой крест. Для других, для родителей, дети могут быть, они говорят, это мой крест в жизни. И вы знаете, сколько людей мы услышим, иногда бывают разные-разные представления и мнения о том, что же происходит. И как нам действительно с вами, знаете, не запутаться во всех этих определениях и в этих лабиринтах, потому что это очень важно. Если это то, что сказал Христос, является реальностью, во что мы верим, кто не берет своего креста, не может быть моим учеником, это вопрос нашей жизни и нашей вечности. То есть этот вопрос мы должны серьезно с вами изучить и понять, что это такое на самом деле. Потому что если мы поверхностно и легкомысленно к этому отнесемся, это вопрос нашей вечности с Богом или без Него. Вы знаете, иногда сегодня нам предлагают христианство без креста. И это было не только проблемой 20-го или 21-го столетия в церкви. Это была проблема первого столетия, когда только церковь начинала зарождаться. Это была проблемой в жизни Иисуса Христа. Когда он говорил людям, которые окружали его, своим близким, самому близкому окружению, это ученики его, он говорит, мне нужно идти на крест, и я должен исполнить волю Отца и отдать свою жизнь. И ему говорили, no, please, no, не надо. Это один из переводов Библии, говорит, когда Петр начал возмущаться и говорит, господи, неужели другого какого-то пути нету? То есть самое близкое его окружение, оно не воспринимало крест. И сколько Христос, раз им не говорил об этом, все равно снова и снова, что после смерти на кресте будет воскресенье, как будто они это не слышали. Но слово о кресте, говорит апостол Павел, оно во все времена для людей является каким-то юродством или безумием. И для обычного человека, когда мы говорим, реальное слово о кресте, оно не вмещается в разум, потому что оно противоречит логике нашей. Как можно прославиться через смерть на кресте, через то, что сделал Иисус? А Христос именно об этом говорил Отцу, Он говорит, отче, пришел час, прославь Сына Твоего. Я думаю, разве Бог не мог прославиться, когда Он людей больных исцелял, прокаженных? Конечно, прославлялся. Но Он прославлялся, когда Он кормил голодных людей. Но поверьте, все то, что Он творил до этого, оно равнялось бы нулю, если бы Его жизнь остановилась в комнате, где Он кушал последнюю Пасху со Своими учениками. Если бы Он не пошел дальше. Вы знаете, сегодня одна из серьезных проблем или трагедии христианства, что мы с вами останавливаемся на Страстном Четверге. Сегодня люди, которые знают Бога, которые приняли, они все мечтают о победной жизни, о торжествующей жизни, о жизни, наполненной смыслом Божьей жизни в нас, жизни, как говорим мы, еще с избытком. Но от чего она зависит? Некоторые говорят, для того, чтобы этой жизни испытать, нужно особые дары испытать в своей жизни. Друзья, это неправда. Другие говорят, для того, чтобы тебе испытать особое какое-то, нужно где-то какое-то место найти. И Мартин Лютер в свое время искал, искал этого смысла, будучи религиозным человеком и на коленях своих поднимался в Кельском соборе, желая увидеть этот свет, но света не увидел. Говорит, колени мои были в крови, но то, что я ожидал увидеть, получить, не получил. Апостол Павел в своей ревности искал этого близкого отношения с Богом, желая на своем пути убрать все то, что он верил, во что мешало. Но до тех пор, пока он не понял, в чем есть смысл слова о кресте, он не приобрел то, чего искал. И вы знаете, неважно, сколько лет мы верующие люди, если мы с вами не уясним смысл, значение слова о кресте в нашей жизни, мы не сможем жить торжественной победной жизнью. Люди сегодня говорят, если в нас проявляется сила Божия, то она проявляется в каких-то чудотворениях или там еще в чем-то. Вы знаете, в чем сила Божия? В первую очередь могущественно проявляется в нашей готовности идти на крест. Скажите, если вам пришлось выбрать бы из жизни Иисуса Христа самое великое то, что вы считаете самое сильное было дело в его жизни, какое бы событие его жизни вы бы избрали? Воскрешение Лазаря или его крест? Крест. Вы знаете, это то, что парадоксом является. С одной стороны, крест это самое то, что унижает, то, что открывает, то, что является символом позора, стыда и так далее, и так далее. Самая позорная смерть. И в то же самое время за ней есть такая сила, которая никогда, ни у кого, никто никогда не испытывал, сила воскресения. Если у вас есть Священное Писание, откройте Первое Послание к Коринфянам. Если сегодня мы не сможем закончить эту тему, продолжим, возможно, может, частично ее в следующий раз. Первое Послание к Коринфянам, первая глава. С 17 стиха будем читать и ниже. Ибо Христос послал меня, говорит апостол Павел, не крестить, а благовествовать, не в премудрости Слово, чтобы не упразднить креста Христова. Оказывается, знаете, что можно делать? Можно проповедовать о Христе и этим самым упразднять крест Христа. Когда-нибудь вы думали об этом? Свидетельствовать и благовествовать людям о Боге, о спасении и в это же самое время упразднять, то есть to make it cheap, обесценивать крест Христа. Апостол Павел говорит, Бог меня послал благовествовать, но благовествовать как? Итак, благовествовать не в премудрости Слово, для того, чтобы не упразднить, не сделать крест Христов менее значим, чем он для меня является. Чем являлся крест Христов для апостола Павла, мы потом поговорим об этом. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, то есть безумие, а для нас спасаемых – это сила Божья. Написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал в Бога, в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу, чем? Юродством проповеди спасти верующих. Смотрите, что говорит апостол Павел. Благоугодно было, когда мир своей мудрости не мог предложить человечеству ничего абсолютно, ни выхода не предлагал. На протяжении всей истории мир предлагает решение проблемы человечества. И как вы думаете, решаются проблемы? Когда мы были в Вашингтон-Ди-Си, вечером мы пошли, и там на зеленом газоне перед зданием Капитолии была огромная демонстрация. Я думаю, дай-ка подойду к этой демонстрации, узнаю вообще, о чем люди протестуют. Человек, который шел с нами, он говорит, они протестуют каждый вечер. Кто против чего? Это уже другой вопрос. Я говорю, ну и подошел к людям, спрашиваю, о чем речь идет. Ну, один мне молодой человек рассказывает, говорит, мы, говорит, протестуем против всех войн, мы за мир во всем мире, ну и так далее, и так далее, и так далее. Говорит, что вы предлагаете людям? У нас есть 10 принципов, которые мы предложили United Nations, то есть организация объединенных наций. Я говорю, это 10 заповедей? No, 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 не 10 заповедей. Говорю, ну что за эти принципы? Ну и там всякое, как почитаешь, посмотришь, и представьте себе, что вот эти принципы примет организацию объединенных наций для всех. Ну и что? И мир будет спасен? И войны прекратятся? Конечно, нет. Не так ли? Вы знаете, мир всегда ищет решение проблем. Но и Бог ищет решение проблем. И Бог предложил решить проблему настоящего мира. Он говорит, юродством проповеди, то есть в этой проповеди о Иисусе Христе, Мессии, который должен идти на крест, есть юродство, есть безумие, потому что люди, даже живущие в то время, не могли понять, что это за Мессия, который идет умирать. Ибо иудеи сегодня требуют чудес, то есть они говорили, если ты сойдешь со креста, то мы веруем в тебя. Елены, то есть греки, они ищут мудрости. И они считают, что самые мудрые изречения может говорить философия мира сего и все остальное, это изменит мир в лучшую сторону. Но апостол Павел говорит другое. Но мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие, потому что в их философию распятый Христос никак не подходит. А для иудеев это камень, от который они притыкаются, потому что их Мессия должен был по их понятию освободить от римской империи, от рабства римского. А он этого не сделал. До самих же призванных иудеев или еленов, тех, которых приняли слово о кресте, мы проповедуем Христа, силу Божию и Божью премудрость. Я хотел сегодня о пяти вещах поговорить, которые для нас с вами являются очень важными для того, чтобы понять, в чем есть суть слова о кресте. О кресте Иисус Христос говорил очень много во время своего служения, когда ученики следовали за Ним. Буквально все евангелисты цитируют этот текст. «Возьми крест свой», Он говорил своим ученикам, «Кто из вас хочет идти за Мною, возьми крест и следуй за Мною». Если вы идете за Мною и не берете своего креста, то вы не можете быть Моими учениками. И говорил Он это в контексте, давая людям понять, в чем его миссия была на земле. Другими словами, если вы желаете быть похожими на Меня и следовать за Мною, вы должны согласиться идти тем путем, которым я иду в этом мире. Другими словами, мы не можем с вами быть или говорить, что мы христиане и одной ногой быть совершенно в мире, в который здесь по совсем другим стандартам и меркам живет. И когда богатый юноша к Христу подошел и Христос полюбил его, и сказал ему, «Знаешь, раздай все, следуй, раздай нищим и следуй за Мною», он отошел с печалью, потому что у него было слишком много чего, и он не захотел за ним идти. Итак, первое. Слово о кресте или message of the cross is the message of humility. Слово о кресте есть слово о смирении. Филиппинцам, 2 глава, 8 стих. Как-то недавно Вилли, когда говорил об этом, он цитировал этот стих. 2 глава, 8 стих, говорит следующее, «Что Иисус Христос смирил Себя, быв послушным до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Можно вам вопрос задать? Христос, когда жил на земле, Он крест нес? И где этот крест у Него был? На шее? Нес Он крест или нет? Конечно. Ведь, когда Христос говорил о кресте, и здесь, что Он, смирив Себя, был послушен Богу до смерти и смерти крестной, Он согласился принять крест, оказывается, этот весь Его путь и был путем, когда Он нес крест свой. Взять сегодня крест и нести его в своей жизни означает согласиться на школу смирения и послушания Богу. Вы знаете, если вы думаете, что это легкая школа, то, наверное, просто вы, наверное, не знаете, что это такое. Школа смирения и послушания Богу это самая тяжелая, наверное, школа, которая только может быть. на те, кто в этой школе учатся, это самые благословенные люди и более счастливых людей, которые уходили из жизни, чем те, которые посвятили себя учиться в этой школе, я ни в жизни не видел. Когда вы читаете 11 главу и послание к евреям, там, где перечисляет автор всех героев веры, каждый из них, друзья мои, был учеником в школе смирения и послушания Богу. Невозможно сегодня идти за Христом и не смирять свою гордыню. Христос говорит, если ты хочешь за мной идти, ты должен понять, кто я, потому что я отказался от всего, оставив небо и ради тебя я пришел на эту землю, если ты хочешь от меня учиться, ты должен со мной рядом встать. И поэтому учеников, которые он приглашал, следовать за ним, он говорит, ты хочешь идти за мной? Они говорят, да, вставай, пошли. Вы знаете, не всех сегодня Господь в физическом образе призывает оставить свой дом или свой бизнес и следовать за ним. Но не всех. И во время, когда Христос жил, не всех призывал к этому. Но тех, которые становились, хотели быть его учениками, все должны были согласиться встать в ряды студентов послушания и смирения пред Господом. Смирение. По-моему, Чарльз Бержин сказал, говорит, что самое сложное в моей жизни это не искать того, что говорит Господь. Самое сложное в моей жизни это согласиться с тем, что я узнаю о Боге и отказаться от своей воли подчиниться ей всецело. А без этого не бывает торжества победы, не бывает радости воскресения без согласия повиноваться Богу, не смиряясь пред Ним, не учась у Него кротости, мы никогда не получаем то, чего ищем. Второй момент. слово о кресте это слово веры. Месседж о кресте это месседж о вере. Не буду повторять то, о чем Вилли говорил на протяжении двух раз последних о вере. Но хочу сказать только одно. Послание Ефреям 12 глава 2 стих автор говорит следующее. Евреям 12 глава 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебревший постромление во селу присловил Тола Божия «Помыслите о нем, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Почему слово о кресте это есть слово веры? И человек, который бьет сегодня свой крест, этот человек есть человек веры. А без веры угодить Богу невозможно. Каждый, кто несет крест сегодня, этот человек веры. Каждый ученик Иисуса Христа, который добровольно идет путем повиновения Богу, этот человек. Почему? Авраам однажды, Авраам однажды Бог говорит, Авраам, вставай, я тебя увидел праведным в этом мире, в котором ты живешь. Я хочу через тебя сделать огромное дело благословением, чтобы ты стал отцом многих народов, через тебя благословить миллионы, миллионы, миллиарды людей. Вставай, поднимайся и уходи с этой земли, иди в землю, которую я приготовлю для тебя. Скажите, в чем у каждого из этих людей есть крест? Аврааму нужно было для того, чтобы встать и выйти из земли ур, взять с собой крест. Конечно. Друзья мои, поверьте, что если вы сегодня повинуетесь Господу и оставляете в своей жизни то, что возможно для вас ценное, то, что имеет значение для вас, и во имя Бога вы это оставляете, вы берете крест свой, но вы верою взираете на воздаяние. Я сегодня в молитве, может, слышал, Леши сегодня нету, я могу о нем несколько слов сказать. Когда молился, я думаю, вот молодой человек, который садит постоянно сзади, приходит раньше, уходит позже. Я так думаю, да, кто-то может какой-то комментарий скажет, не так, не все, это не так, но насколько мы, когда участвуем в служении, понимаем веру и увидим воздаяние, что нам Бог за это воздаст. Если ты сегодня оставляешь свою комфортную зону и соглашаешься идти, и быть предметом возможно унижений, оскорбления, недовольства людей, критики и так далее, и так далее, Бог воздаст, но это единственный путь веры. Легче прийти в церковь, сесть на лавочку, послушать, чтобы никогда никто ничему поперек не сказать и домой так же уйти. Друзья мои, а как крест? А как себя подставлять под определенную критику, недовольство, возможно, плевки, возможно, поругание, возможно, злословие и так далее, и так далее? Как? На что смотрел Христос, когда шел на крест? Друзья мои, вы знаете, на что? Он верой видел невидимое. Каждый из вас сегодня, кто участвует в деле Божьем, если вы не берете крест свой, поверьте, вы очень быстро сломаетесь. Потому что мы все люди, мы так устроенные, что мы ищем, знаете, instant gratification, нам нужно воздаяние сегодня, нам нужна похвала от людей, нам нужно их одобрение, нам нужно их какое-то слово в нашу сторону, и когда мы этого не получаем, и вот получаем критику, недовольство, одно, другое, третье, что с нами происходит? Мы готовы give up, мы готовы сдаться, не так ли? Друзья, если мы с вами не согласимся взять этот крест, в каком бы труде вы не участвовали, вас ждет банкротство, потому что вы разочаруетесь, вы разочаруетесь в людях, вы разочаруетесь в обстоятельствах, которые вас окружают, но если вы возьмете крест свой и согласитесь видеть невидимое и быть твердым, взирая на начальника и совершителя веры вашей, вы будете испытаете ту силу, которую никто никогда вам не предложит никаким другим образом, поэтому когда вы хотите сегодня ожидая праздник Пасхи и воскресенья праздновать торжественно, мы должны с вами подписаться на школу несения креста, мы должны в котором мы живем с вами, даже христианский мир, он не проповедует об этом очень часто, мир говорит сегодня сила Божия совершается в чудотворениях или других сила Божия как всегда сегодня да, она совершается в других мероприятиях других так сказать явлениях но больше всего в жизни христианина она совершается в нашей готовности неси крест Христа когда мы были в этой поездке один пример приведу я разговорился с одной сестрой которая нас принимала дети наверняка ее знают я не буду говорить имя они могут только догадаться кто это был она мне рассказывает говорит ты знаешь приехали к нам недавно люди мы разговорились и они говорят мне если у тебя есть в семье финансовые проблемы значит у тебя что не так в отношениях с Богом я говорю ну это интересно ну и как вообще как что оно дальше как оно расскажите дальше ну и знаете есть своя такая теология которые люди выдумали которые не подтверждаются ни словом Божьим ни истинной Господней я говорю конечно да бывают финансовые проблемы из-за того что у нас есть говорю ну а вот вы проверяли себя да конечно она говорит конечно мы можем по другому жить говорит ну тогда мой муж должен по другому работать но если он будет по другому работать то в церкви его видно не будет а он работает с молодежью а церковь у нас маленькая она не может оплачивать молодежного пастора и вот перед нами говорит дилемма что нам делать мне идти на работу и немножко подрабатывать для того чтобы мы могли наши билы с концы с концами свести либо ему оставить служение и работать на 25% больше что вы посоветовали иногда по другому не получается жить и знаете ее дух настолько убило вот это понятие которое люди она говорит что я каждый день просыпаюсь я ищу в себе знаете проблему в чем я виновата что мы не можем концы с концами свести но мы ребятами мы жили в их доме и вот они наши свидетели как они нас встречали и как они за нами ухаживали и вы знаете Господь мне положил на сердце сказать ей то что наверное Господь наверное говорит каждому из нас когда мы вот в такой вот в тупик заходим я сказал ободрись дорогая душа ты пожнешь то что сегодня сеешь просто когда ты взяла этот крест и вы в семье взяли этот крест и отказались от каких-то привилегий смотрите на воздаяние которое Бог приготовит для вас и будьте тверды идите дальше вперед когда я когда я с ней говорил я просто вспомнил знаете свою маму когда папа был в лагере и она воспитывала нас троих маленьких ребят я должна была работать на полторы ставки для того чтобы прокормить нас и так как у нас не было ни детских садиков тогда где могли бы мы находиться она нас по разным семьям христианским отдавала где мы проводили часть времени своего я вам рассказывал у Даника дедушки бабушки я жил много месяцев подряд потому что она была то по больницам то одно другое и вы знаете иногда ей то же самое люди говорили если Богу было бы угодно то что вы делаете то вы жили бы по другому она даже приехала к папе на свидание и говорит Миша мне вот такие вещи говорят а я не знаю что ответить а папа ей говорит Верочка в один день ты увидишь то что сегодня не видишь неси свой крест ожидая воздаяния от Бога третье слово о кресте или message of the cross yes message of the power мы хотим жить победной жизнью и иметь эту победу чтобы она была ту силу которая была бы в нас постоянно и действовала в нас могущественно друзья мои если вы не испытываете силу Божию сегодня действующую в нас есть одна главная причина мы отказываемся от креста если мы хотим с вами помните на что согласились ученики когда Христа не стало он говорит на вас сойдет дух святой вы примите силу и когда вы примите силу вы будете мне свидетелями некоторые считают этот текст свидетелей просто будут ходить и разговаривать о Иисусе Христе но свидетели это ваша жизнь будет настолько иметь силы что вы готовы будете в любой момент отдать свою жизнь и вас ничего держать назад не будет вы не будете бояться ни синедрионов ни сильных мира сего ни римскую власть ни иудеев никого абсолютно вы готовы будете идти в огонь и в воду вас будут убивать уничтожать вы будете благословлять Бога находясь в кострах нерона почему потому что сила Божия действует вас друзья мои если мы с вами реально готовы взять свой крест это единственное условие реальной силы Божьей действующей в нас представьте себе что Христос бы делал все только бы отказался от креста что он бы сказал бы я готов я готов исцелять готов делать это 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 но вот на крест твоя чаша пусть меня минует send somebody else пошли кого-то другого фиаско было не так ли полное разочарование друзья мои если мы хотим испытывать силу в служении и действия его могущественно в нас Писание говорит помните что семя которое падает сеется в немощи восстает в чем в силе сеется в немощи восстает в силе другими словами умирает немощная восстает в силе Божьей если мы на процесс этот с вами не соглашаемся мы будем жить от собрания до собрания слово о кресте есть слово примирения колоссианом 1 глава 20 стих апостол павел говорит что давайте прочитаем этот текст чтобы посредством его то есть христа примирить с собой все умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное другими словами благодаря кресту Бог примирил земное с небесным то есть себя с человечеством кто из вас проходил душу по печенью помните в центре идеи прощения что находится в центре крест невозможно прощать без готовности нести крест крест и поэтому Христос говорит если я прощаю вас я имею это право только по одной причине потому что я согласился свой крест нести если я откажусь от своего креста вам прощения не будет друзья мои если мы отказываемся от креста то прощение людей которые вокруг нас мы не можем дать можно говорить сколько угодно о прощении но если мы не соглашаемся нести крест мы не можем прощать только те кто добровольно соглашаются на это через тех работает примирение не только с Богом это Христос позаботился но у нас друг с другом как Бог во Христе простил вас так и вы через что через крест который вы и я берете в свою жизнь последнее message of the cross is the message of love слово о кресте это есть слово любви если вы бы сегодня попросили Господа нарисовать вам картину под которой внизу вы поставили слово любовь как вы думаете что бы он нарисовал для вас голгофу так ли если вы сказали господи покажи мне твою любовь ко мне нарисую нарисую ее для меня как она выглядит господь вам бы этот образ сына своего прибитого ко кресту сказал бы вот портрет моей любви к тебе друзья мои слово о кресте это есть слово о любви мы не можем любить так как Бог учит нас не согласившись нести своего креста мы как люди нам свойственно любить кого те которые нам говорят добрые слова те которые приветствуют нас да как Христос говорит что вы великого делаете если приветствуете тех кто вас приветствует но любить как Бог во Христе возлюбил нас не согласившись на крест невозможно ну как разве это не безумие любить тех которые плюют в тебя безумие разве это не безумие любить и благословлять тех которые бичуют тебя разве это не юродство молиться о прощении тех которые прибивают тебя на крест твое тело и поднимают в насмешках конечно безумие безумие как же нам быть как же нам Божью любовь сегодня проявлять мы не способны мы не можем силу Божьей любви проявить в этом мире не согласившись на крест я бы хотел чтобы мы в этом году праздновали с вами праздник Пасхи победно и торжественно и не от того что у нас будет большая программа или возможно много музыки дай Бог чтобы это все было а для того потому что мы с вами испытываем силу воскресения Иисуса Христа отождествя себя с ним в его страдания как апостол Павел говорит в послании филиппицам 3 глава если у вас есть священное писание давайте откройте пожалуйста 3 глава 10 стих чтобы нам познать его и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуясь сообразуясь с чем смерти его чтобы достигнуть воскресения мертвых давайте еще раз послушайте внимательно филиппицам 3.10 чтобы нам познать его и силу воскресения его каким образом чтобы мы могли участвовать в страданиях его сообразуясь смерти то есть отождествляя себя со крестом нашего Господа Иисуса Христа взирая взирая на начальника и совершителя веры продолжая свой путь радуясь неся свой крест познать познать силу воскресения Христа поверьте не от того что мы много раз повторим воистину воскрес мы испытаем эту силу от нашего добровольного согласия идти в школу смирения и послушания от нашего добровольного согласия нести крест ожидая Божьего вознаграждения от нашего добровольного согласия идти путем креста и переживая эту силу которую дарует нам Господь обновляет нас к новой жизни идти путем креста и только тогда иметь способность нести прощение в этот мир и не идти путем креста и учиться по-настоящему любить благослови нас Господь подготавливаясь к Пасхе принять это ученики не хотели они отказались и Христос пошел один сегодня Он нас призывает идите за мной идите мы вместе с Ним если умерли то вместе с Ним что будем и царствовать вместе с Ним будем торжествовать и вместе с Ним будем праздновать да благослови нас Господь я хотел бы чтобы мы сейчас когда будем молиться вместе может быть каждый в тихой молитве своей помолился Господу я знаю что у каждого у нас есть свои нужды свои проблемы пускай Господь сегодня поможет вам взять свой крест и не просто знаете скрипя сердцем но так и быть радуясь ожидая воздаяния от Бога нести и благодарить Его что Он вас удостоил этой чести вместе с Ним не только страдать но и прославиться да благослови вас Бог аминь давайте помолимся с Ним с Ним с Ним